На улице Ленина в Истре светло и оживленно. Мы решили проверить, есть ли в городе и окрестностях темные пятна. Вот мы отошли немного вглубь, во дворы. Сейчас мы находимся на улице Юбилейная. За мной дом номер 19. Рядом школа имени Крупская или вторая школа. И здесь, конечно, уже потемнее. Фонари вроде бы есть и вокруг школы. И рядом с каждым домом 2-3 фонаря тоже горят. Но вот тропинка через скверик получается совершенно неосвещенной. Темновато? Мне кажется, да. Вот именно дорожка получается неосвещена, да? Ну, здесь мы редко ходим. Мы обычно ходим вдоль дома. Там светло. Освещения вам хватает на этой тропинке? Нет, я не вижу ничего. Света хватает вам на этой тропинке? Нет, не хватает. Именно вот здесь вот, да? Здесь не хватает. Вот здесь тоже фонари не всегда горят. А иногда очень тускло. И вот эта часть вся очень темная всегда. Вот эта часть темная, вот эта часть темная. Хотя сюда многие ходят и гуляют. И дети вот сидят вам, пожалуйста. То есть, в принципе, света не хватает страшно. А вы знаете, что вот на портале Добродел сейчас как раз проходит голосование? И можно указать место, где вам не хватает освещения? Хорошо. Ну что, зайдем, посмотрим. На портале Добродел сейчас проходит голосование «Сделаем Подмосковье безопасным вместе». Одно из условий безопасности – это уличное освещение. Но истринцы почему-то не очень активно рассказывают о том, где, по их мнению, не хватает света. Вот люди куда здесь ходят по этому пути? В детский сад. Там в большевике бывшем детский сад есть. Кто-то срезает кому-то надо, чтобы не обходить. Как вот ездят машины, видите? Так надо по всему городу. А здесь они выезжают около молокозавода и в Москву поехали. Ну и пешком тоже люди ходят. Ходят. И воинскую часть ходит здесь, военных. А не страшно вот по темноте-то? Что значит страшно? Ну темно, не видно же ничего. Здесь вообще страшные вещи. Это микрорайон Восточный. Здесь светло, фонари горят возле каждого дома. А вот здесь, во мраке, ездят машины и ходят люди в направлении большевика и розы ветров. Обратите внимание, тропинка здесь широкая, хорошо прочищенная. Значит, этой дорогой люди пользуются. Но в вечернее время, не говоря уж и ночном, буквально несколько метров и ты просто утопаешь в темноте. Сейчас у нас горит накамерный свет, но кроме метра белого снега впереди себя и горящих огней в окнах домов мы ничего не можем видеть. Добрый вечер. Не страшно вам тут в темноте ходить? Нет, я привыкла. Привыкли? Да. А вы знаете, сейчас на Доброделе идет голосование. Вот люди говорят, где темно и где хотелось бы, чтобы сделали освещение. Ну, у нас бы не помешало, да. Ну, заходите на Добродел, попробуйте. Тут район сам по себе освещенный. Это вот... Вот именно вот этот участок, да? Да. Этот участок, да, темный. Следующую точку маршрута нам подсказал как раз Добродел. Этот малоосвещенный участок уже стоит на голосовании, но набрал пока только 8 голосов. Город Истра, улица Центральная. Красиво звучит, да? На самом деле это район Сычевок и здесь частный сектор. Эта улица обозначена на портале Добродел как одна из темных. Фонари здесь есть, но недостаточно. Люди просят дополнительного освещения на улице Центральной. Если будет возможность, конечно, хотелось бы больше света. Как вы видите, его не очень достаточно. За деревьями эти достаточно темные желтые фонари не видно. Вы же только что проходили, наверное, обратили внимание, да. Вот сейчас на портале Добродел люди голосуют за то, чтобы сделать дополнительное освещение. Вы поддерживаете? Конечно. Конечно, нет никаких сомнений. Можно посмотреть вот параллельно улицу. Там поменяли, поставили современные светодиодные фонари и светло на улице. У нас не видно ничего на Центральной улице. А вот это, собственно, дорога, по которой и заезжают в частный сектор в Сычевке. Мимо водоканала идет дорога. Здесь нет вообще ни одного фонаря. Но люди почему-то не голосуют за освещение этой дороги. Голосование по проекту «Сделаем Подмосковье безопасным вместе» продлится на портале Добродел до 20 февраля. Кстати, проголосовать можно и по другим вопросам, связанным с безопасностью. Список адресов, отобранных для реализации проекта, будет размещен на официальном сайте Главного управления региональной безопасности Московской области. Елена Ёшина, Михаил Моралов, Истра, РФ.